Такого типа судов раньше не видели ни в Приморье, ни на всём Дальнем Востоке. Он прошёл длительный 18-дневный переход из американского порта Лонг-Бич до Приморской Славянки. Переход был удачным, уверенным, надёжным. Судно показало себя в лучшем смысле. Корабль «Силанч» — один из двух модулей специального плавучего космодрома «Морской старт». Это сборочно-командное судно, на котором собирается космическая ракета и проводится предстартовая операция. Второй модуль — платформа морского базирования «Одиссей» ещё только на подходе. С неё запускают саму ракету. Система была создана международным консорциумом, одно из главных мест, которым занимала Россия и Соединённые Штаты. Платформа позволяла запускать космические аппараты с экваториальных широт. Там, благодаря вращению с Земли, ракета получала дополнительную скорость, что позволяло брать больше полезного груза и снижать стоимость запусков. После 36 пусков в 2014 году проект законсервировали. Позже система была выкуплена России. Пока местом базирования становится приморский посёлок Славянка, а вернее, причалы местного судоремонтного завода. Предприятие, способное обслуживать суда различных типов и назначений. Мы не боимся. Лучше нас судоремонт в Приморском крае мало кто делает. Всё равно это, хоть они и космического исполнения, но это всё равно корабли. Жителям посёлка Славянка внезапная перспектива быть приобщёнными космической сфере явно по душе. Во-первых, на заводе могут быть созданы дополнительные рабочие места. Во-вторых, в посёлке появилась новая достопримечательность. Для жителей Славянки и, может быть, для туристов, для событийных туристов, будет привлекательно. Наверняка, туристические компании откликнутся. Второй модуль сейчас пересекает Тихий океан. Платформу, построенную на базе буровой установки к порту Новой Приписки, транспортирует спецсудно из Гонконга. Для неё уже готовят место у причальной стенки. Платформа «Морской старт» займёт своё место у пирса вот здесь, где пока ремонтируется аварийная плавбаза «Пётр Житников». О дате прибытия пока не сообщается. Известно лишь то, что сам переход из американского порта Лонгбич в Славянку займёт не меньше месяца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова